Бизнесу необходима стабильность. У нас идет кризис. Многие каждый год на нас ставят крест. Сказали, хотите мой бизнес, подключайтесь. У нас на протяжении всего этого времени растут налоги. О, это вятка, это вот киров. Выручка упала, и сдержки остались прежние. Мы же это все проходили, мы тысячу раз это все проходили. В смысле? Российский бизнес находится перед лицом нового кризиса, так говорят эксперты в сфере экономики. Предприниматели столкнулись с жесткими вызовами. Это и рост инфляции, и проблемы с экспортом российской продукции и импортом в Россию материалов и комплектующих. Это и нарушение логистических цепочек и уход из страны ряда иностранных компаний. На днях в Кирове много говорили о проблемах бизнеса и путях решения этих проблем. В городе прошла бизнес-неделя на вятке. Для предпринимателей были организованы встречи, семинары, форумы и даже бал. Бизнес-неделя на вятке стартовала с 23 по 27 мая. На площадках вятской торгово-промышленной палаты и центра «Мой бизнес» будут обсуждаться такие темы, как взаимодействие с властью, антикризисное управление, экспорт и импорт в новых реалиях, актуальные вопросы налогообложения, меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и многое другое. Центральные темы – импортозамещение и логистика в новых реалиях. Целый ряд обучающих мероприятий, запланирован несколько встреч с федеральными структурами, служба судебных приставов, федеральная налоговая служба, банковские структуры. Все вопросы, которые так или иначе возникают у бизнеса, мы в рамках бизнес-недели постараемся дать на них ответ. В рамках бизнес-недели на Вятке запланировано более 15 деловых встреч, семинаров и круглых столов. Принять участие в них могут все желающие, у кого есть свое дело. Участие бесплатное. Ожидается, что к обсуждению важных для бизнес-сообщества тем присоединятся в Рио губернаторы Кировской области, депутаты областного законодательного собрания. Ожидается приезд вице-президента Торгово-промышленной палаты России. Бизнес-недели на Вятке приурочены к 15-й годовщине Дня российского предпринимательства, которое отмечается ежегодно 26 мая. В этот день для участников бизнес-недели пройдет бизнес-бал. Как чувствуют себя предприниматели на Вятке, особенно сейчас, в непростой экономической ситуации? Об этом поговорим сегодня с нашими гостями. У нас в студии президент Вятской торгово-промышленной палаты Алексей Андрей Усенко, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области Валерий Турулой и предприниматель, председатель Ассоциации индустрии красоты в Кировской области Дмитрий Кончев. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, но вот вы как предприниматель принимали участие в бизнес-неделе на Вятке? В бизнес-неделе нет, я не принимал участие. Объясню почему. Потому что, первое, я считаю, конечно, хорошо, что у нас проходят такие мероприятия образовательные по информационному просвещению предпринимателей. Но я посмотрел внимательно всю программу, и то есть я не нашел там реальных инструментов, которые бы помогли в решении той или иной нашей текущей задачи. Валерий Николаевич, вы как? Ходили? Нет, я не участвовал, и мне несколько непонятно вообще сама организация данного процесса. Если вот когда я был там председателем комитета по экономическому развитию, в том числе и по предпринимательству, мы каким-то образом это планировали и делали соответствующее установление обратной связи. То есть, кого бы считали нужным, то есть формировался некий сценарий, который должен был предопределить ту проблематику, которая действительно является актуальной. Не надуманная сверху, а в данном отношении никто на коммуникации не выходил, никого не интересовал. Выходил ли на коммуникации, была какая-то обратная связь. Нет, не было никакой обратной связи, и поэтому, на мой взгляд, это мероприятие проводилось во многом чисто формально, для соответствующей задачи. Но Андрей Леонидович, давайте ваше. Андрей Леонидович, он в курсе, мы раньше же вместе работали, и он отлично знает, как это все организовывается. На данный момент оно прошло пафосно. Я не просто в курсе, я раньше занимался, его организации продолжают заниматься. Бизнес-неделя – это проект торгово-промышленной палаты, инициированный торгово-промышленной палатой и организованный, поддержанный центром «Мой бизнес» и, собственно говоря, реализованный по запросу предпринимателей. Нам здесь не надо никакой обратной связи, мы, собственно говоря, ее имеем с точки зрения постоянного взаимодействия с предпринимателями. Те мероприятия, которые в рамках бизнес-недели состоялись, в сюжете говорилось о том, что ожидается, на самом деле все теперь можно уже говорить, что имело место быть, но, собственно говоря, были организованы в большей степени самой торгово-промышленной палаты, и дальше уже там подключался центр «Мой бизнес». Если коллеги не нашли для себя интересных мероприятий, это, собственно говоря, ни показатель, ни востребованности самого мероприятия. Можно ли сказать, что это для начинающих предпринимателей, то есть больше образовательная какая-то площадка? Нет, на самом деле дело в том, что как раз программа недели была сформирована таким образом, чтобы охватить максимально широкий спектр и отраслей, и масштабов бизнеса, так скажем. Мы начинали с достаточно простых вопросов, связанных с первых шагов в бизнесе в рамках образовательных мероприятий, и закончили вчера расширенным заседанием Совета палаты, на котором обсуждали вопросы импортозамещения в промышленных предприятиях. Мы встречались с контрольно-надзорными органами, у нас была достаточно серьезная встреча с службой судебных приставов, к которой масса вопросов с точки зрения исполнения судебных решений. Мы рассмотрели ситуацию, связанную с взаимоотношениями с ФНС. В любом случае, в подборке мероприятий, и здесь Валерий Николаевич прав, мы действительно раньше проводили большое мероприятие, называлось оно «Форум предпринимательства на Вятке», когда объединение всех деловых сообществ формировало повестку, программу этого мероприятия, которую мы предлагали органам власти и не спрашивали их, поддерживайте, не поддерживайте, согласовывайте, не согласовывайте, мы их ставили в известность. Вот такая повестка. Если считаете нужным, приходите, но так как у нас была поддержка на уровне губернатора, который говорил, мы поддерживаем, и итоговые документы всего форума, который в течение двух месяцев раньше проводился, они становились... Я даже помню, как на итоговой резолюции появлялась запись губернатора к исполнению. Так и было. Да, так и было, Валерий Николаевич. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за последние два года, когда власть сказала, что мы будем проводить сами форум, мы понимаем, что в итоге его просто не стало, потому что как раз не было востребованности со стороны предпринимателей на те предложения, которые в программу включали органы власти. В этом году мы себе сказали, слушайте, ну хватит уже, не будем ждать больше, что вы что-то проведете, мы там придумали бизнес-неделю, сказали, хотите мой бизнес, подключайтесь, ну как бы, как могли, подключились. То, что ТПП сформировало в рамках программы бизнес-неделя, мы провели, получили хорошие отзывы, получили, собственно говоря, конкретные результаты, которые будут реализовываться, в том числе вчера договоренности прямые уже с исполняющим обязанности губернатора. Поэтому мы свои задачи и мы свои цели, которые как бизнес-сообщество перед собой ставим, в рамках бизнес-недели решили. А какие договоренности, если конкретно можно? У нас есть договоренности по конкретным проектам развития производства в регионе. Мы вчера прямо на совете озвучивали предложение даже по строительству новых промышленных объектов. И, собственно говоря, нам нужна была поддержка на уровне правительства региона, потому что мы понимаем, что выбор сейчас большой. Любой регион готов предоставить площадки для появления новых производственных площадей. И без играться льготами, там, опять же, Валерий Николаевич знает, многие регионы нам дадут фору с точки зрения тех льгот, которые могут предоставить. Без административного ресурса здесь очень сложно себя позиционировать. Поэтому важно, когда губернатор говорит, да, нашему региону это нужно. Начинают многие процессы при этом идти гораздо быстрее. Нам нужно было заручиться такой поддержкой, мы и заручились. Мы вчера подняли целый, ну, там, определенный ряд вопросов, которые связаны с федеральным регулированием. Потому что все, что касается, там, налогообложения, там, федерального, это истории, которые здесь на региональном уровне не решишь. Я, кстати, должен, Валерий Николаевич, сказать, что встреча с ОЗС-то неплохо прошла. Неплохо. И в таком формате, кстати, вот, помните, вы действительно были руководителем комитета, но тогда на руководство ЗАГС-собрания было практически невозможно выйти. Вы бились с ними, но они разговаривать не хотели. Сейчас... Но мы же решали все. Решали, да, решали. Решали достаточно эффективно. Доходили до районов, вообще в районы выходили. Сейчас есть разговор прямо напрямую с руководством Законодательного собрания, с Бересневым. И мы пытались донести очень важную вещь. Смотрите, в чем она состояла. В том, что бизнесу необходима стабильность. Стабильность в правилах игры, по которым он действует. Мы говорили депутатам, и слава богу, Маковеева была министра финансов и поддержала. Мы говорили, если вы бюджет на три года принимаете, вы примите и ставки налогов на три года. Чтобы мы знали, что в следующем году будет такая, а в следующем году такая. И еще один важный момент. Мы сказали, вот здесь Дмитрий поймет, о чем я говорю. Если вы хотите привлечь новых предпринимателей и даете льготные ставки вновь зарегистрированным предпринимателям, льготные один процент, и при этом говорите, что мы на три года вам определили. Первый год один процент, дальше три. А к вы своим-то скажите, как минимум, тоже на три года правила. Потому что получается, ты новое предприятие зарегистрировал, у тебя один процент и три. А наши каждый год, прекрасно знаете, сидим и ждем. В прошлом году приняли в июне налоговые ставки, в этом году, в январе, невозможно заниматься бизнес-планированием, когда ты не знаешь, по каким условиям дешевле. Но это не получится опять так, что поговорили, договорились, а на деле все пошло по-другому. Я думаю, что в данном случае нет, потому что мы собрали людей, тех, кто имеет непосредственное отношение к этому, депутата законодательного собрания, министр финансов, и вчера мы озвучили это как раз исполняющему обязанности. На наш взгляд, наши аргументы уже не позволяют просто не сделать этого. Маковеева, министр финансов, Лариса Александровна, она сказала, что давайте в сентябре, когда начинает уже вырисовываться контур бюджета, мы будем вносить в комитет законодательного собрания, в профильный к Терешкову проекты законов о ставках на следующие три года, мы будем дожимать это, это мое будет просто вызов мне, честно скажу, потому что я считаю, что иначе говорить про какую-то инвестиционную привлекательность и бизнес-привлекательность региона невозможно. Когда мы своим предпринимателям много, десятков лет здесь работающим, не можем сказать, как они будут жить через полгода. Я хочу отметить, что на этой неделе, неделя предпринимательства проходила не только в Кировской области, и на федеральном уровне говорили о бизнесе много, и вот на днях Владимир Путин, президент наш, заявил, что российский бизнес быстро адаптируется к новым условиям. Я зачитаю его цитату. Отечественный бизнес проявляет свои лучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто находить новых партнеров, новые логистические цепочки, держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качества. Это требует больших усилий и таланта. Я бы сказала, и силы воли. У подавляющего большинства наших предпринимателей, наряду с чувством ответственности, все это дает очень позитивный результат. Действительно ли все так хорошо у нас? Потому что вот буквально два месяца назад мы собирались, тоже обсуждали, как теперь мы будем жить, и перспективы были туманные. Все восстановилось? Нет, я думаю, если позволите, да, я думаю, что в очередной раз мы слышим желаемое, которое выдается за действительное. Это беда, наверное, для нашей сегодняшней действительности, потому что я просто пример приведу. Несмотря на то, что я возглавляю Ассоциацию защиты прав малого бизнеса, я еще являюсь президентом биотехнологического кластера, который объединяет около 50 организаций, из которых 30 – это малый бизнес, конкретный малый бизнес, который находится на инновационной нише, то есть на будущем развитии нашего региона. И мы в декабре 2018 года вынуждены были принять решение, что рассчитывать на власть не приходится. Получится – хорошо. Не получится – надо рассчитывать только на себя. И наше благополучие, оно определяется, почему мы до сегодняшнего дня живы, потому что многие каждый год на нас ставят крест. Мы существуем не благодаря, а вопреки, да, вопреки существуем. Только из-за того, что существует внутренняя поддержка между нашими организациями и членами кластера. Мы друг другу помогаем на безвозмездной основе. Если кому-то нужны на сегодняшний день деньги, и он не может их взять в оперативном режиме там в банке, мы объединяемся и находим эти деньги. В оперативном режиме другой бизнес из другой сферы просто занимает и дает деньги на краткосрочной основе для того, чтобы не остановить какие-то процессы. Вот этот вот механизм, и Андрей Леонидович, наверное, помнит, мы его как раз хотели реализовывать тогда, когда вот до 2016 года, в крайнем случае, активно мы работали в этом отношении, создавали такие бизнес-сообщества, ассоциации, которые между собой взаимодействовали и готовы были друг другу помогать. Единственная надежда, в общем-то, у меня лично существует, это в том, что мы нашли на базе, опять же, мой бизнес, возможность объединить и создать некий координационный совет руководителей кластеров, а их у нас сегодня уже не один и не два, а уже около шести кластеров, то мы договорились о том, что в оперативном режиме мы создали коммуникационную площадку, где обмениваемся информацией и готовы друг другу помогать. Скажем, айтишный кластер, у меня проблема там создать сайты для нового продукта. Айтишники говорят, хорошо, мы быстро, оперативно это все сделаем. Деньги, деньги потом. Это нужный бизнес недели, мне кажется, нет, вот чтобы обмениваться этой информацией, поддерживать друг друга? Ну, в том числе мы на самом деле видим, ну вот, несмотря на все современные технологии, соцсети, там, мессенджеры и все что угодно, мы видим нехватку горизонтальных коммуникаций внутри бизнеса. Я в этом смысле всегда привожу пример, как в Ханты-Мансийск надо было слетать двум нашим крупным предприятиям. Галина Николаевич помнит наш полет, когда два крупных предприятия в Ханты-Мансийске познакомились. Одно строительное, второе спецобувь производят. Так вот они там встретились и друг с другом начали дружить. Не хватает, нет четкого понимания, что мы можем делать, но возвращаясь к тому, там, бизнес справляется или не справляется, русский человек – это, в принципе, человек подвига. Я уже не раз об этом говорю. Сознаем проблемы и герой, что он преодолевает. Мы не можем без того, чтобы вот совсем уже стало совсем, вот тогда у нас все получится, поэтому… Дмитрий, вот как вам в роли героя? Да, да. Чувствуете, что совершаете комплик прямо сейчас? Я внимательно коллег выслушал, и вот хотел бы, наверное, даже сейчас короткий комментарий и пример приведу, думаю, все будет понятно. Вот Андрей Леонидович сказал, я вот лично не знал, я знал, что проходит неделя предпринимательства на форуме «Мой бизнес», я думал, они инициаторы. А оказывается, инициатор – бизнес-сообщество. То есть у нас идет кризис, и он идет не три месяца, а на самом деле он идет уже там третий год, ковид был и так далее. И у нас бизнес-сообщество организует информационную неделю поддержки. Конечно, это здорово, классно, но мы-то ведь собрались поговорить о поддержке правительством Российской Федерации, как оно поддерживает предпринимателей. Ну вот как? Да никак толком. Вот смотрите, что происходит. То есть представьте, что вы из Кирова, вы ехали в Сочи на машину. У вас пробило колесо. Раз, вам нужно добраться. Вы вызываете переездной шиномонтаж, чтобы вам отремонтировали колесо. Вам нужна помощь здесь и сейчас, если вы хотите добраться. А вам говорят, шиномонтаж, да, приедем через неделю, может быть, неделя прошла, там трубку не берут, потом оказывается, что вы вынуждены вот как раз совершать героический подвиг, брать монтажку, что-то делать с колесом, как-то его латать и ехать сами. То есть и вот сейчас происходит именно вот это. То есть у нас в качестве поддержки, реальной поддержки, которой можно воспользоваться, которая необходима на фоне тех внешних изменений, которые произошли и повлияли на экономику, на условия предпринимательства в России. Их нету толковых, да, конечно, информация нужна, обучение нужно, все это бесполно. А что вам требуется сейчас, какая конкретно помощь? Я готов озвучить, да, вот смотрите, что произошло. То есть вот давайте я как бы конкретные примеры приведу. Вот есть два магазина одежды в торговых центрах. Вот в апреле этого года, к апрелю того года, меряется проходимость каждый месяц. В прошлом году после ковидной она была не супер, она тоже падала. В этом году она упала на 62 процента. На 62 процента. Это факт. Это факт. На этот факт нужно реагировать. То есть что происходит у предпринимателей? У них, естественно, падает выручка, им нужно перестраиваться, нужно время. Для того, чтобы действующие предприниматели не схлопнулись, им нужно дать льготные беззалоговые деньги, чтобы они могли, так сказать, перехватиться, перераспределиться, чтобы они могли выиграть время. То, о чем я говорил, когда мы друг другу помогаем. Да, просто чтобы они могли прийти в себя и успеть адаптироваться к новым условиям. Дальше. Они начинают адаптироваться. Что произошло? Выручка упала, издержки остались прежние, а у многих подросли. Так давайте снизим им издержки, на которые государство может повлиять. У нас с 2018 года выросли налоги с докризисного, то есть когда мы вошли в ковид, случилась спецоперация и так далее. У нас в протяжении всего этого времени растут налоги. Давайте хотя бы рост отменим, вернем прошлые условия. Вот это два самых принципиальных, важных действия. А третье уже давайте посмотрим отдельно по отраслям, будем создавать программы развития, помогать решать вопросы и так далее. Вот это конкретные шаги. И ничего из этого не сделано. Потому что сейчас льготные беззалоговые деньги вы не возьмете только 400 тысяч. Все. И то еще кипу документов должны сделать. Потом, хотите там отмены налогов, я вот сам несколько лет занимаюсь тем, что пытаюсь добиться, возвращение условий налога на имущество на уровень 2018-го до кризисного года. И пока не получается. Говорят, нет, нельзя. Доходы бюджета. А как еще будут люди платить, если у них простаивает, например, недвижимость, это никого не волнует. Так это не поддержка предпринимательства. Ну, а проекты развития я вообще не говорю, потому что, ну, этого толком просто вот я лично не вижу. А такие вопросы обсуждали, Андрей Леонидович, на неделю? Да, несомненно, обсуждали. И, собственно говоря, то, о чем говорит Дмитрий, с точки зрения там налога на имущество. Эту работу мы там ведем, по-моему, с 15-го года, с момента введения налога. Да, он у нас там до сих пор меньше, чем в большинстве регионов. Ну, там далеко не однозначно, так как я там говорю, да, что все хорошо. Там есть внутренние моменты, с которыми надо работать. Но, видите, я, наверное, Дмитрий здесь в чем дополнил бы вас. Я много-много лет занимаюсь взаимодействием с бизнесом. И я понимаю, что если ты будешь ждать от госструктур того, чтобы они тебе чем-то помогли, 100%, да, 146, как у нас принято и говорить того, что ты дождешься не того, чего тебе хотелось бы, да, они сделают все по-своему, надо влиять на эти решения. Почему я сейчас говорил, например, про трехлетний период принятия по налогам ставок, да, и я говорил, что я буду этим заняться, потому что я не жду, пока там они что-то подумают и примут, да, это надо брать и делать. С точки зрения вообще, в принципе, вот сейчас позволю себе такой, ну, не знаю, там, фантастический сценарий того, что там в идеале мне бы виделось от государства в качестве поддержки бизнеса. Никакой. Вот я вам честно скажу, идеальный сценарий – это никакой поддержки бизнеса и не надо тратить деньги на это. Не надо изымать у бизнеса деньги в виде налогов, концентрировать их и потом на уровне государства решать, а вот так поможем, а вот так не поможем. Я всегда говорю, вы оставьте эти деньги бизнесу. Оставьте триллионы денег, которые за этот период, там, десятилетние были потрачены на поддержку бизнеса. Даже государством счетная палата признала официально самый неэффективный национальный проект. Вы оставьте их, не изымайте у бизнеса. Ренту природную изымите. На это пусть государство тратит на социальные цели. Оставьте, он сам найдет наиболее эффективный способ их использования. И это однозначно. Не надо содержать огромную инфраструктуру, которая принимает решения. Вот это их поддержим, вот это не. Он, Валерий Николаевич, они создали координирующий центр кластеров, так они сами его создали. Потому что это их потребность. Им не нужно это додавать сверху. Оставьте деньги в бизнесе. Не надо за него думать, что ему лучше. Потому что у нас так всегда. Когда государство начинает думать, как кому-то помочь, этот кто-то пытается всячески этого избежать. Потому что ничем хорошим это не заканчивается. Я могу вот здесь немножко, если позволите, реплику сказать. Ну, я сказал, это фантастический. Нет, это не фантастический, это реалистический проект, который, в общем-то, и надо реализовывать его. Реализовывать, потому что я его наблюдал, например, в Соединенных Штатах Америки, когда приезжал туда. У них нету никаких налогов для бизнеса. У них единственный налог – это на оборот и на доходы физических лиц. Ну, налог с продаж. И все, у них больше ничего нету. И в этом отношении они отчитываются, власть отчитывается за рост количества рабочих мест. Если есть рабочие места, значит, есть увеличение оборота, есть налогооблагаемая база и так далее. Ну, цепная реакция. Но суть-то не в этом. А вот на мой взгляд, для того, чтобы вот этот фантастический твой проект начал работать, здесь единственная помощь должна быть государству, что тарифная политика в отношении бизнеса должна быть стабильная, то есть заморожена, тогда бизнес будет заинтересован в развитии своей деятельности на снижение затрат на единицу производимой продукции. Вот этот механизм работы, повышения рентабельности бизнеса по затратам, он является основополагающим. Неспекулятивная схема, которая, в общем-то, увеличивая налоги, мы вынуждены в ценовую политику это включать, бизнес становится неконкурентоспособным, и пошла цепная реакция вот этого вранья, обмана, ухода от налогообложения. То есть само государство затеяло для нас вот эту систему, чтобы взять нас на крючок, потому что 62 копейки различных платежей, налогов и так далее, оборотного рубля я должен заплатить, 62 копейки. 38 копеек у меня должны остаться на восполнении своего производства, рентабельность должна быть у моего производства тогда не менее 200 процентов. Ну где такой бизнес найдете? Следовательно, государство, оно специально создало условия, чтобы все время держать нас на крючке. Мы будем обманывать государство, потому что мы не выживем иначе. Вот смысл-то в чем. И государство это делает умышленно. И следовательно, если будут заморожены тарифные аспекты на ЖКХ, на электроэнергию, на бензин и так далее, там подобное, все, ликвидировано будет основа для спекулятивной вот этой деятельности. Все станет на свои места. Ну прежде чем заморозить, я еще, их надо сначала привести еще в нормальное экономическое соответствие, чтобы они были выгодные. Я вот сейчас подготовил, Дмитрий, постановление Совета Народных Депутатов, Народного Собрания. Ну то есть у нас в Кирове создана такая инициативная организация, которая делает оценку различных экономических событий. И у нас вот сейчас идет событие, на мой взгляд, очень серьезное для нашего региона. Это сокращение рабочих мест в Кировэнерго, а это обслуживание и энергетическое обеспечение всей области. Не города Кирова, а всей области. И мы не будем говорить, кто прав, кто не прав. Для нас является существенным то, что ликвидируются рабочие места, а значит под угрозой становится у нас вообще обслуживание и подготовка к зимнему периоду нашего существования. Но решаются вопросы на основе чего? Опять спекулятивных чего? Тарифных ставок. Спекулятивных. И основой заключается вот для того, чтобы разобраться с Кировэнерго и сократить людей, по сути, обанкротить этот Кировэнерго. Я опять же говорю, я не говорю о том, что там есть у них нарушение. Коммун. Ой, Коммунэнерго, извините, да. Коммунэнерго. Если мы еще Кировэнерго, то совсем беда нет. Кировэнерго, это вообще-то аффилированная федеральная структура, и поэтому Росэнерго, и там мы даже не сунемся. И поэтому с одной точки зрения это вроде бы бизнес наш местный, а с другой стороны... Валерий Николаевич, просто программа выйдет и там еще напишет, что Кировэнерго тоже... Нет, я вот, например, написал в этом постановлении о том, что сама система существующая, она как раз реплика была президента о том, что необходимо вот эти... для того, чтобы стабилизировать тарифы на энергетику, необходимо ликвидировать фирмы прослойки. Ну, не секрет, 4,9 копеек себестоимости 1 киловатта на Красноярской ГЭС. А до нас доходит она по 3 рубля. Значит, неужто транспортировка в 100 раз. А бизнес платит по 7,50, по 8. Слушайте, я сейчас... Быстренько, да, потому что она перерыва не будет. Да, точку, чтобы поставить. Следовательно, вот эти фирмы прослойки, они находятся на транспортировке. А Коммунэнерго, оно является конечным обслуживающим звеном доведения этой энергии на транспортировке. То есть есть некая естественная монополия. И нельзя допустить, чтобы естественные монополии зарабатывали сверхприбыли на этом деле. И крайним в этом заработке является теперь у нас Коммунэнерго. Ну, извините, это ку-ку. Это ненормальное явление, а дальше завязан весь бизнес на эту систему. Казалось бы, единичка, да, Коммунэнерго, там, какие-то местные особенности, а в действительности будет лихорадить всю экономику, весь бизнес Кировской области. Вот вам пример. Понимаете? Нам нужно сейчас прерваться на минутку и мы продолжим. В смысле? Как чувствует себя российский бизнес в новых экономических реалиях? Об этом говорим сегодня с нашими гостями в студии президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области Валерий Турула и предприниматель, председатель Ассоциации индустрии и красоты в Кировской области Дмитрий Кочев. Ну, а кировские предприниматели написали открытое письмо на имя главы, по-моему, города Кирова. Не согласны с теми изменениями, которые были внесены в правила внешнего благоустройства и касаются они торговых павильонов. Если местные власти их не услышат, планируют писать президенту. Давайте посмотрим, с чем конкретно не согласны предприниматели. В чем крепко не сошлись администрация города и владельцы торговых павильонов и почему о наших кировских ларьках может узнать президент России, об этом мы сегодня поговорим с Ренатом Девятьяровым, региональным координатором Ассоциации малоформатной торговли по Кировской области. Ренат, здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрите, в администрации объясняют новые требования к ларькам желанием обезопасить места торговли, причесать город, привести ларьки к единому стилю. Ну, что вам не нравится в предложениях? Вот то, что вы сейчас озвучили, все нравится. Да, действительно, есть такие павильоны, которые выглядят не очень хорошо и которые нужно привести к каким-то порядку, да, чтобы они хорошо выглядели и чтобы радовало это все глаз, да. Нас не устраивает другое, то, что помимо требований к внешнему виду пытаются предъявить какие-то избыточные, вести избыточное регулирование, какое-то вести нормотворчество, да, вот у нас там есть два-три пункта, которые нас категорически не устраивают. Это пункт, которым регламентируют расстояние размещения несационарных торговых объектов от тротуаров, это полтора метра по главному фасаду и метр по боковому и заднему. То есть, получается, вот как мы сейчас с вами находимся, то... Ну, вот тут павильон придется отодвигать. Для чего это нужно делать, непонятно. Когда у нас была рабочая встреча с Ковалевой и с Фроловым, нам объяснили это тем, что у павильонов образуется очередь, которая мешает пройти пешеходам. Ну, я вот, честно говоря, такого нигде никогда не видел, что прям вот очередь, которая образовывается у ларьков и павильонов мешает движению пешеходов. Ну, вот это первый пункт, который непонятен нам. А второй? Второй пункт – это нам регламентируют расстояние от окон помещений жилых и нежилых в 10 метров. Ни в одном федеральном законе не приписано это расстояние в 10 метров. Есть требования у пожарников, но там есть таблицы, согласно материалам, из которых сделано НТО. То есть, если институциональный торговый объект сделан из огнестойких материалов, то это расстояние может быть и 6 метров, и даже быть меньше. Хорошо. Что вы предлагаете? Какие ваши предложения? Мы предлагаем сделать, сформулировать данный пункт, чтобы расстояние было в 6 метров от окон жилых помещений. Тогда это будет действительно соответствовать уже… Относительно тротуара? Тротуар убрать это? Этот пункт полностью убрать. Хорошо. Если не послушает вас городская администрация, что вы будете делать? Ну, смотрите, нами подготовлен анализ влияния, по которому, если будет принят данный проект, то в городе будет демонтировано порядка, по-моему, 100 объектов, нестационарно-торговые объекты. Часть объектов существенно уменьшится в размерах, что, скорее всего, тоже приведет к закрытию бизнеса. Поскольку, если у меня павильон сейчас, предположим, здесь 48 квадратных метров, а мне его придется уменьшить до 10, то мне тут просто не выложить тот ассортимент, и мне просто нечем будет отбивать аренду. Если ваше открытое письмо все-таки не повлияет на решение местных властей, насколько далеко вы хотите идти, готовы идти? Сначала мы напишем письмо губернатору, сейчас получается в Рио губернатору Кировской области. Параллельно сразу же письма будут отправлены премьеру-министру Мишустину и президенту страны Путину Владимиру Владимировичу. В аппарат президента. Чтобы бороться за свои права? Конечно. Верий Николаевич, что администрация города хочет от предпринимателей? Объясните нам. Вот знаете, я смеялся, когда, улыбался точнее, когда слушал вот этот сюжет и смотрел его. Мы уже, вот по моей истории, мы уже в четвертый раз на одни и те же грабли наступаем. Всего четвертый раз. Нет, в четвертый раз. В моей истории, потому что мы доходили до того, что мы ездили с пикетом в Москву к приемной президента, и там проводили дважды, мы выезжали и проводили соответствующие пикеты, потому что вот это недопонимание, что есть федеральное законодательство о стимулировании развития нестационарной торговли, как элемента обеспечения продовольственной, прежде всего, безопасности. Это подстраховочный элемент. Ну, сети к нам вошли. Вот сегодня Пятерочка там заявляет о том, что ритейл, мы снимаем и закрываем магазин Карусель, перекресток и Пятерочка. Для нас это серьезная проблема. Кто возьмет на себя вот это вот в исполнение? Мини-рынки предлагают вернуть в Минпромторг. Мы же это все проходили. Мы тысячу раз это все проходили. Андрей Иванов тоже улыбается, потому что, ну, до невозможности. И вы же помните тогда мини-рынок, который существовал уже до вокзала, мы предлагали это сделать фишкой для нашей Кировской области. Предлагали вообще ввести, чтобы каждый приезжает, сказал, ой, это Вятка, это вот Киров. Так сейчас самое время это делать, потому что сейчас -то есть инициатива такая. Тогда же мы даже доходили до того, что предприниматели лежачую забастовку делали, голодовку. Ничего не помогло в итоге. Проводили. Стракторами приехали, снесли все к чертовой матери. Поэтому одно – это те хотелки, которые нам сегодня деклариют на федеральный уровень, и другое – это местные условия игры. И здесь, к сожалению, я должен опять проконстатировать, что вот это, что предлагается там, ну, реально, ребята просто они не владеют всей полнотой информации, всей этой истории, которой мы сталкивались, да, они пытаются повторить какие-то шаги, но они не будут эффективными. А что делать-то нужно? Эффективными. В данном отношении, я считаю, я абсолютно убежден, что необходимо требовать различными вплоть до силовых методов, ну, силовых я имею в виду, там, митинг, там, пикет и так далее. Вы же помните, мы тогда… Знаете, как у нас заканчивается? Вы придете, не рекомендуете. Тихо, тихо, тихо. Вы рекомендуете, не рекомендуете. А мы тогда ходили, гроб это маленький… Так это другое время было. Не надо другое время. То же самое время. Я не до чего обратился. То же самое время. Следовательно, я закончу мысль. Следовательно, вот эта вот ассоциация, она должна сейчас сесть за стол переговоров с реально ответственными лицами города и искать вот это вот… создавать некую компромиссную комиссию и находить компромиссное решение. Потому что все вот это… Сегодня они выполнят эти меры, завтра появятся совершенно другие меры. И мы же отлично понимаем, где здесь, откуда ноги растут. Это растут от крупного торгового бизнеса и растут ноги от производителей этих торговых павильонов. Можно с ней идти на уступки ваши, садиться за стол переговоров. Это город не на уступки. Город должен выполнять свои функциональные обязанности. 131-й закон, федеральный закон о местном самоуправлении, он требует от администрации города организовывать малую торговлю. Давайте для паритетности я выскажу немножко противоположное мнение. Отчасти, конечно, поддержу. То есть вот надо понимать, что ведь все согласятся с тем, что город нужно приводить в порядок. Мы можем посмотреть там европейские города или еще любые там штаты, все что угодно. Возьмите любую развитую страну. Город красивый, все здорово, все хотим жить в таких городах. Город Киров не исключение, его нужно приводить в порядок. Если вы посмотрите, например, везде кладут брусчатку, ведь всем нравится, прекрасно, хорошо ходить, ноги сухие. То есть и приведение в порядок, вот нестационарная торговля, она, конечно, нуждается в регулировании. Нуждается. Но нужны правила, нужно сначала обсудить, сделать их правильными, принять их на длительный срок. Потому что вот здесь ряд требований, я их тоже прокомментирую. Я считаю, конкретно одно из требований объективное. Но другой вопрос, когда? То есть сейчас-то что происходит? То есть все нужно делать своевременно. Вот сейчас приведение города в порядок за счет ущемления прав нестационарной торговли, наверное, не самое своевременное. Потому что, повторю, у нас третий год идет кризис. И то есть вот люди там открыли ларек, там как-то работают. Пускай работают, оставьте их там пару лет, пусть они работают. Ну так, это может растянуться тоже на 10 лет и дальше. И никогда время не будет хорошее. Предложите им какую-то альтернативу, чтобы они не потерялись, не вынуждены были закрыться. И вот тогда это как бы в этой концепции ложится нормально. Потому что требования, вот, например, Валерий сказал, они несущественные. Вот я владею, например, коммерческими помещениями. И да, я согласен, вот есть помещения, у меня лично нет, у коллег есть. Когда ларек стоит прямо перед входом, и он загораживает, то есть человек вложился, например, в недвижимость. Он на первом этаже. У него тоже магазин продуктов. А перед ним стоит вот ларек. И хорошо, если это вот один из сетевых ларьков, в том числе, вот как выступающий, он красивый, все здорово. А если ведь зайти страшно, там мыши бегают, там, что попало. Дмитрий, вы знаете, вот, поэтому здесь нужно урегулировать ситуацию. Он ларек-то не сам появляется, и киоск. А он идет в согласование соответствующей комиссии. И там проходят целые процедуры, согласование. То есть сама же администрация сначала выдает разрешение на установку этого ларека. Конечно. И здесь еще одна проблема-то, она заключается, что выделяют они земельный участок. И для нас это вот, а выделяют некое пространство, оно называется торговое место. Вы понимаете, нонсенс-то в этом еще заключается. Почему не защищен предприниматель со своим киоском? Потому что ему не выделяется место, ему выделяется торговое место, некое пространство. Вот как рекламный щит, понимаете, да? И в этом отношении он становится постоянно незащищенным. Он недвижимо... Вот эту недвижимость, вот этот переносной киоск, он тоже не его получается. Он есть его, но он не его. Потому что он должен висеть в неком пространстве. А земельный участок не оформляется. И поэтому разговор о том, что 10-6 метров, он становится несущественным, потому что земельный участок не размежован и не выделен под этот объект. Вот мы еще заговорили о мини-рынках. Мы провели опрос среди кировчан. Давайте послушаем, что они говорят. Да, помимо не по мини-рынке. Ни в коем случае. В магазине все достаточно и дешевле. А там одна грязь и одни крысы. Желательно. Почему? Ну, допустим, вот возле Комсомольской площади был рынок. Всегда свежие овощи и дешевле. Если организовать рынки таким образом, чтобы там было сертифицировано, или как минимум выбирать поставщиков этих же владельцев сельхозпредприятий, таким образом, чтобы продукты поставлялись качественные, отборные, то, мне кажется, это будет самый идеальный вариант. То есть можно подобрать что-нибудь под себя и поговорить с людьми, на самом деле. Потому что продавцы на рынках, это такие очень, насколько я помню, опять-таки душевные люди, с которыми можно поговорить. Они расскажут откуда, что, как привезено. Если это будет сертифицировано, почему нет? На рынках обычно дешевле, если по оптиму ценам. Я жил в частном доме, в небольшом городе, далеко отсюда. И там на рынках мясо, лучшие окурцы, и все. В общем, люди, не знаю, как-то на совесть возят, что ли. Может вообще, ну их, эти ларьки, вот так вот выйти и разложить на земле, и предпринимателям можно не становиться так продавать? Закончу вот реплику на Дмитрия, да, что там ярмарки и так далее, там подобное, они должны там, курицы, я был в Нью-Йорке, в Нью-Йорке я был, в Блашиной и Ренке, но я не скажу, что там суперцивилизация, там страх и ужас, но они же существуют на том же самом Бродвее, вот в закоулках китайские там кварталы. Как хорошо ли это? Может, наоборот, плохо, что они существуют? Если бы это было плохо, америкосы, прагматичные народы, они бы давно это уже что? Закрыли. Значит, это является основанием не хотелок администрации города Нью-Йорка, а хотелок самого чего? Населения и жителей. И правильно, здесь некоторые товарищи говорили, по желанию кого? Населения. Если население считает необходимым, чтобы оно существовало, оно должно существовать. А не так, как нас тогда водили. Давайте рынки, помните, Андрей? А население это желает? Вот сейчас я слышал, что ряд населения... Но говорят о сертификации, то есть все равно хочется быть уверенным в том, что продукция безопасна. А здесь мы должны с вами четко понимать, что в данном отношении на рынке, на ярмарке, существует администрация, которая берет на себя ответственность за то, что торгующие или арендующие торговые места на этой ярмарке предприниматели, они вышли с продукции, которая, как минимум, сертифицирована. Но здесь есть еще одна особенность. Приехали наши предприниматели, и мы с Андреем Леонидовичем бились всегда за то, чтобы в наших вот этих местный производитель реализовывал и имел возможность реализовать свою продукцию. Там вопрос стоит, самосертификации, знаете, что это такое? То есть прежде чем он выходит, он заезжает в СЭС, СЭС ему дает, что да, безопасно это. В чем проблема? Проверить вот эту штуку, запуская на торговое место этого предпринимателя. Поэтому я думаю, что вот эти вот вещи, сертификации, они уже давно решены. И мы болели тогда, с центральным рынком-то занимались, когда, наоборот, не пускали наших производителей торговать, а говорили, давай мы у тебя оптом заберем по бросовой цене, и мы будем торговать твоей продукцией. Вот это вот проблема администрирования этого вопроса. Управление, правильно Дмитрий сказал, что это должен быть регулируемый процесс. Но он должен регулируем быть не с точки зрения интересов администрации города, а с точки зрения жителей города. Вот это вот задача. Еще о продуктах, на неделе еще был интересный скандал. Андрей вот хочет тоже чуть-чуть. Вот сейчас обсудим. Из-за сыров 24 мая во время своего выступления в Госдуме известный интеллектуал Анатолий Вассерман раскритиковал качество кировских сыров, и из-за сыровара вступилась Мария Бутина, и мы с ней пообщались. Давайте послушаем, что она говорит. Я могу сказать, что мы прекрасно дотягиваем не только до европейского уровня, но и до общемирового стандарта, поскольку вопросами качества кировской молочной продукции я занимаюсь уже давно, и могу сказать, что в стране действительно самый лучший творог производят на вятке, и есть прекрасные сыры, у нас даже есть специалисты иностранные, в том числе, которые помогали готовить, например, так называемый вятский пармезан. Поэтому критику я эту совершенно не принимаю, и считаю, что, конечно, государственная поддержка, безусловно, нужна. Нужны льготные кредиты, прежде всего, длинные кредиты для бизнеса, чтобы развивать ту сферу, которая является ключевой, в том числе для Кировской области, я качеством более чем довольна. Дмитрий, согласились отчасти с Марием? Да, я согласился, услышал. Мы же все-таки собрались про поддержку предпринимательства. Длинные деньги, длинные кредитные деньги на 5, на 10, на 15 лет. Таких инструментов у нас крайне мало. Вот это конкретное предложение. Вот у нас осталось буквально 5 минут. Можете, может быть, Андрей Леонидович, вы подвести какой-то итог и по неделе предпринимательства. Как вы думаете, какие вот меры поддержки уже из озвученных, что будет реализовано действительно в ближайшее время, что можно реализовать в ближайшее время? Коллеги, если коротко, сыр у нас действительно вкусный. Кстати, Вастерман нам написал, мы ему писали, и он ответил, что, вы меня неправильно поняли, сыры нормальные. Сыры свои слова на самом деле. Не знаю, как вы там, но те, кто понимает, в сырах действительно доценивают их по достоинству. И я вам могу сказать, что на примере Филиппа, который там реализовал это в Кировской области, можно вот понимать, что такое, собственно говоря, предпринимательская деятельность. Когда ты приезжаешь, и вот в то, во что никто не верит, то, что в Кирове там на вятке можно сварить пармезан настоящий, а ты берешь и делаешь. И вот каждый предприниматель в своем деле занимается преодолением того, что кажется невозможным. Если подводить итоги, вы знаете, и по вопросу нестационарных торговых объектов, по вопросу поддержки, по вопросу бизнес, недели, все, что мы рассматривали. Я могу сказать важную вещь. Очень странно, что у нас зачастую получается, что на примере НТО, администрация пытается заставить бизнес сделать город лучше. Но с этой бы энергией они бы занимались своими делами, скажем так, и делали его по-настоящему лучше. А системно, если говорить, то надо не заставлять. Надо садиться всем вместе. И у нас у всех должна быть одна цель. Город сделать лучше, чтобы жить было приятнее. Мы вчера с коллегами общались. У каждого предпринимателя есть большая цель, которая доробится на маленькие. И он, оценивая результат каждого действия, понимает, идет он к этой большой цели или нет. У нас, к сожалению, этого нет на уровне государственного управления. Мы вчера смотрели новые исполняющие обязанности губернатора. Вокруг чего объединиться? Как сделать так, чтобы выбирать каждый раз правильное решение или нет? У меня мое предложение, соображение. Давайте попробуем сделать так, чтобы население Кировской области не уменьшалось, а лучше увеличивалось. И благосостояние. Вот поставим себе это как... А это дальше будет, Дмитрий. Понимаете? То есть, они не будут уезжать, если будет увеличиваться благосостояние. Вот ставим большую цель. И потом каждое решение оцениваем с точки зрения того, идет оно на пользу вот этой большой цели или нет. И то же самое можно делать в рамках городской администрации. Большую цель поставить и к ней идти. Понимая, и тогда каждый будет понимать, что это решение принято. Потому что вот так вот. Потому что иначе мы и будем... Ребята напишут письмо. Может быть, на данном этапе что-то решится. Только, прошу прощения, завтра состоятся выборы, придет новый глава администрации, и ему снова захочется сделать киоски по-другому. И они снова будут писать письма. Потому что нет стратегического направления развития ни города, ни региона. Есть что добавить вам, Дмитрий? Поддерживаю полностью. Думаю, отличное завершение нашей интересной беседы. Ну, здесь несколько... Как это? Лужку дегтя. Лужку дегтя в бочку меда. Значит, мы занимаемся этой проблематикой развития территории, о чем как раз говорил, что районы должны поставить перед собой задачу именно развития территории с точки зрения ее, чтобы люди там хотели жить, рожать детей, там и продолжать, и продолжать, и продолжать. То есть повышать свое благосостояние. И гордились бы этой территорией. То есть этой тематикой мы занимаемся с 2004 года. 2004 года. И мы пытались сделать несколько прецедентов на ВАЗе Котельнической, на ВАЗе Шабалинского района, на ВАЗе Кикновского района и так далее и тому подобное. Все вроде бы получалось до определенного момента, пока не начинал реализовываться вот этот вот программный процесс достижения поставленной цели. Как только начинался этот процесс, немедленно главы администрации убирали и программы закрывали. Поэтому говорить и понимать – это одно. И мы можем и обязаны это делать. А вот будет ли оно делаться, учитывая ангажированный характер формирования финансовых потоков, где наши интересы, к сожалению, остаются где? В стороне. А все нацелено на то, чтобы были сформированы конкретные финансовые потоки на долгозрочной основе. И любая наша попытка достичь своих собственных целей, она будет нарушать вот эту вот намеченную программу движения финансовых потоков. Поэтому есть желания, и они хорошие желания, и морально-этическую имеют сущность, и экономическую сущность, потому что экономика – это больше всего психологическая деятельность, взаимоотношения людей, взаимоотношения людей для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Правильно или нет? По логике-то вещей. Правильно. Андрей Леонидович, в рамках государственной идеи, о чем сегодня президент все время говорит, да? У нас отсутствует государственная идея. Где наша идеология? Где? Вот она, государственная идея. Если она будет возведена действительно в рамках государственной политики, тогда и все налоговые процессы, кредитные процессы, все станет на свои места. Все будет нацелено на человека, на его развитие, на повышение уровня благосостояния. Мы будем надеяться, что нужные люди посмотрят эту программу. Можно я коротко? Да, давайте. Вот чтобы мы прям конкретизировали обе реплики, давайте добьемся того, чтобы у нас временно исполняющий обязанности губернатора поставил в нашем регионе и согласовал и с ЗАГСобранием, и с депутатами цель нашего региона, и мы все начали к ней стремиться. Вот это конкретное действие. Пусть это будет итогом беседы. Она уже у нас была один раз. Мы проходили и потом чуть в тюрьмы не сели за это дело. Спасибо, что пришли сегодня, обсудили важные для региона вопросы. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области Валерий Турула и предприниматель, председатель Ассоциации индустрии и красоты в Кировской области Дмитрий Кочев. С вами были Екатерина Зубарева. Дмитрий Житарчук. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин